Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Подросткового возраста, актер начал сниматься в кино, а позднее и сам стал режиссером. Творчество свело Николая Бурляева с двумя женами, Натальей Варлей и Натальей Бондарчук. Однако создать крепкую семью с коллегами по цеху, драматургу не удалось. В свое время, многие завидовали Николаю Бурляеву и называли его баловнем судьбы. Еще бы, актеру не было и 15, когда Андрей Тарковский утвердил его на роль в Ивановом детстве, а ведь сниматься у мэтра мечтали сотни более опытных артистов. В дальнейшем Бурляев появился в еще одной картине драматурга Андрей Рублев. Тогда Николай Петрович не подозревал, что однажды станет спасителем для бывшей возлюбленной Тарковского Натальи Бондарчук. Не мог артист предсказать и то, что два его брака с коллегами по цеху рассыплются в прах без очевидных причин, и только в 45 он найдет вторую половину в лице выпускницы ГИТИСа. 3 августа режиссеру исполнилось 75, и наверняка сегодня он получит поздравления не только от друзей, детей и супруги, но и от бывших избранниц. Ни одна экс-жена не затаила обиду на Бурляева. Как же, несмотря на препятствия и трудности, ему удалось достичь успеха во всех сферах жизни. Семья Николая Петровича была тесно связана с театром, дедушка и бабушка выходили на сцену под псевдонимом Филипповские. Бурляевы жили в коммуналке на улице Горького по соседству с самим Борисом Ливановым. Такое окружение способствовало зарождению в мальчике интереса к драматургии, но из-за детской психологической травмы он полагал, что никогда не сможет стать артистом. Знакомый сильно испугал пятилетнего ребенка, и тот начал заикаться. Старший брат Бурляева занимался шахматами, средний Борис писал стихи, а в четвертом классе дебютировал в кино. Вдохновившись примером Бори, Николай тоже пошел на пробы в фильм «Уроки истории», но роли не получил. В сердцах мальчик заявил, что отныне навсегда забудет о мечте покорить зрителей и станет архитектором. Однако судьба подкинула Коле Бурляеву еще один шанс. В июле 1959-го 13-летний подросток возвращался домой с прогулки, как вдруг его окликнул студент в ГИКа Андрей Кончаловский. Оказалось, несколько месяцев юноша искал подходящую кандидатуру на главную роль в короткометражке «Мальчик и голубь» и нашел в лице Николая. А потом закрутилось, партнер по площадке Владимир Шурупов позвал Бурляева в театр имени Масовета на роль внука в спектакле «Ленинградский проспект». Затем и вовсе случилось чудо. По рекомендации Кончаловского, легендарный Андрей Тарковский пригласил Николая на съемки Иванова детства. При первом же взгляде на него, я, 14-летний мальчишка, понял, что это особый режиссер. «В 1961 году я пришел на Мосфильм, увидел Андрея Арсеньевича и был пронзен этим человеком. От него шел какой-то магнетизм», — вспоминал актер. Юный артист не догадывался, что драматург с самого начала возлагал на него большие надежды. Тарковский вел себя строго, поблажек не давал, скидок на возраст не делал. Лишь спустя много лет Бурляев прочел в мемуарах режиссера, что тот согласился на съемки только благодаря четырем гарантам успеха проекта — актеру Коле Бурляеву, оператору Вадиму Юсову, художнику Евгению Черняеву и композитору Вячеславу Овчинникову. Сотрудничество с Тарковским продолжилось, когда Бурляев сыграл Бориску в «Андриё Рублёве». Желая развиваться в профессии, актер сосредоточился не только на практике, но и на теории, окончив Щукинское училище, а позднее и режиссерский факультет в ГИКа. Первой самостоятельной работой Николая Петровича стал Ванька Каин, а в фильме «Лермонтов» он выступил одновременно как артист, сценарист и драматург. Были мистические мгновения. Когда я писал сценарий, жил один, погруженный в материал. Передо мной на столе стояла открытка — изображение Лермонтова кисти Заболоцкого. И когда я в очередной раз посмотрел на Лермонтова, его портрет начал просто на глазах меняться и превращаться в моё лицо. Это было всего какое-то мгновение, но оно было. Не знаю, нужно ли это Лермонтову там, но здесь фильм необходим, рассуждал режиссер. До сих пор в школах преподносят неверный образ поэта, делая акцент на том, что он был агрессивен, дерзок, заносчив. Мне запомнилось именно это. Долгое время я пытался дистанцироваться от его образа. Когда мне в юности говорили, что я похож на поэта, то вовсе не льстили. У актёра остались приятные воспоминания о юности. Он был вхож в семью Михалковых, часто проводил праздники в их компании. На глазах Бурляева развивался роман Никиты Сергеевича и Анастасии Вертинской. Николай Петрович и сам был неравнодушен красавица, но не стал ухаживать за ней из уважения к другу. «Настенька, чудо природы, когда увидел её у Никиты в доме. Захожу, а там ангел сидит. Потом мы все втроём оказались в Щукинском училище, делился актёр в программе «Судьба человека». Огромную роль в личной жизни артиста сыграла картина Иванова детства. Как позднее признавалась Наталья Варлей, увидев там Бурляева, она впервые влюбилась. В свою очередь, 20-летний Николай Петрович воспылал чувствами к коллеге, посмотрев «Кавказскую пленницу». Вдохновлённые друг другом, актёры поженились, но, к сожалению, их брак продержался всего три года. Мы расстались от того, что ещё не умели выстраивать жизнь. Бабушка и мама относились к Оле хорошо, но, наверное, хотели для меня другой партии, более солидного человека, который мог вести меня по этой жизни, рассуждала Варлей. Поговаривали, что фильм «Как закалялась сталь» свёл Бурляева с Натальей Бондарчук. Однако актёр уверен, лично для себя он всё решил, ещё когда увидел артистку в Солерисе. Почему-то вдруг в сознании определил «Она будет со мной». Прошёл год, и судьба соединила нас в ленте Николая Мащенко. «Уже дней двадцать работали, и вдруг режиссёр чем-то обидел Наталью Бондарчук, и она заплакала. Я подошёл к нему и сказал, если ещё раз себе такое позволишь, убью», рассказывал Николай Петрович. Драматург был обескуражен, но промолчал. А спустя неделю Мащенко заявил, что местный ЦК партии настаивает на том, чтобы Корчагина играл украинский актёр. Бурляев понял, что не на шутку задел режиссёра, однако спорить с ним не стал. Артист уехал, и Наталья Бондарчук вместе с ним. Нельзя сказать, что актриса бросилась в объятия коллеги и с головой окунулась в роман, ведь она ещё не отпустила старую любовь. Кратковременные, но пылкие отношения связывали звезду с человеком, которого Бурляев считал едва ли не отцом, Андреем Тарковским. Коля бережно выводил меня из состояния полного отчаяния, он сумел это сделать. Благодаря Коле я продолжила жить полной жизнью. Вот только грянула нищета страшная. Мы ушли от Мащенко, ещё от одного режиссёра. Но тот Коля встретил в Псково-Печорской лавре архимандрита Алипия. Тот дал ему денег, и на них мы существовали, наверное, полгода, признавалась Бондарчук. Так актёр обрёл и первого духовника, и надежду на светлое будущее. Жизнь начала налаживаться, влюблённые поженились, и у них родились дети Иван и Мария, которыми можно было гордиться. В восемь лет сын артистов написал одиннадцать песен к спектаклю, в итоге отучился в консерватории и стал профессиональным композитором. Дочка пошла по стопам мамы и папы, окончила ГИТИС и устроилась в Театр Маяковского. Наталья Сергеевна и Николай Петрович многое пережили вместе, но сохранить брак не смогли. Мы расставались и снова сходились, пока окончательно не разошлись. Но духовно мы не разлучались. Коля женился на одной женщине в Белоруссии, которая родила ему сразу сына. Я легко отпустила Машку к ним в гости, но вдруг супруга заявила, что у нее есть свои дети, а наследники Натальи и Бондарчук пусть остаются дома. Коля с ней тут же расстался, откровенничала Бондарчук. Восьмидесятый Бурляев называл своим золотым временем, ведь тогда он безупречно сыграл ключевых персонажей в картинах военно-полевой роман и вечера на хуторе близ Диканьки. А потом грянул кризис, актерский штат закрыли, фильмы и постановки не звали. Начал анализировать, этот коллега спился, тот пошел в дворники, другой открыл ресторан. А я что сделаю? И буквально за 10 минут пришло, что я должен организовать фестиваль позитивного кино. Как его назвать? По-русски, чем-то непобедимым, Золотой Витязь. Дальше девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» описывал историю создания главного проекта в жизни Бурляев. Именно Золотой Витязь подарил артисту, главную женщину в жизни, Ингу Шатову. Девушка только окончила ГИТИС, ей прочили блестящую актерскую карьеру. Планы изменила встреча с Николаем Петровичем, которому была нужна хранительница очага, а не очередная супруга-актриса, пропадающая на съемках. Она стала моей помощницей, делала приглашение, звала актеров, развозила билеты. Собственно, с ней я и создал кинофестиваль Золотой Витязь. И с тех пор мы не расставались, рассказывал режиссер. Жена подарила артисту сына Георгия и дочку Дашу. Девочка появилась на свет, когда Бурляеву было 50. Какая у нас с Ингой разница в возрасте? Всего 21 год. Она, чудесная мама, любит детей, наш дом, я и сам не терплю тусовок, так что все идеально, подчеркивал актер. Еще одним знаменательным событием для Николая Петровича стала ролью Ишуа в «Мастере» и «Маргарите». Он долго отказывался воплотить на экране этот образ, ведь как религиозный человек считал себя недостойным. В итоге критики признали работу актера в картине чуть ли не лучшей за всю его карьеру. В «Нулевых звезда» порадовал поклонников появлением в драмах «Любовь и правда» Федора Тючева и «Адмирал». В последние же годы артист перестал сниматься, так как больше заинтересован проведением фестивалей. Он признается, что ни о чем не жалеет, ведь сумел создать крепкую семью, сохранить теплые отношения с бывшими женами и сделать свой вклад в историю киноискусства. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.